Ребята, всем привет! Вы, как обычно, на канале Евгений Радист. Спасибо, что посетили мою страничку. Сегодня я приглашаю вас на исследование нашей новой антенны. Это разработка компании Вариус. Антенна на медных печатных платах с дополнительным усилением. Я думаю, что мы или видео вложим, или фотографию добавим. Посмотрим, на что она способна, снимем с нее характеристики. Кто не подписался, подписывайтесь. Вперед! Поехали! Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала Евгений Радист. Мы с вами находимся в Московском Техническом Университете Связи и Информатики. И сегодня нам Евгений привез свою последнюю разработку. Очень интересное решение вы увидите. Мы сейчас с вами, как обычно, снимем характеристики. Также используем наш стенд с векторным анализатором цепей, производства Planar, и подключенный к ноутбуку. Начнем мы с одного из портов. И сейчас мы непосредственно перейдем к рассмотрению характеристик, которые мы уже подключили. Евгений дополнительно снимет сам стенд, чтобы вы видели, и покажет вам нюансы нашего исследования. Теперь непосредственно переходим к тем графикам, которые мы наблюдаем на нашем ноутбуке. Сейчас вот Евгений снимет и покажет вам непосредственно стенд, который используется в данном измерении исследования. Сейчас непосредственно перейдем к трем графикам, которые мы видим на экране ноутбука. Самый нижний график, вот он фиолетового цвета, он ниже всего расположен. Это КСВ как раз антенны, профессиональные антенны базовой станции сотовой связи. Да, наша секторная антенна. Секторная антенна, которую мы используем в наших всех экспериментах. Вы видите, какой КСВ хотелось бы нам, конечно, получать на всех антеннах, но не всегда так получается. И вот не исключение стала вот антенна Евгения, чтобы вы видели. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они поменялись немножко, хотя нет, хотелось бы, чтобы они выровнялись. Да, поближе были, подровнялись. Да, ну вот есть над чем поработать. И мы как раз это хотим вам показать, что даже в хорошей разработке нужно всегда учитывать много нюансов. И здесь как раз вот одним из нюансов, которые мы сейчас выявили, да, это вот как раз синим графиком. Перейдем непосредственно к антенне, которую Евгений нам предоставил. Это их новая разработка. Да, видно, что КСВ не во всем диапазоне, к сожалению, от 1 из 7. Нам хотелось бы, конечно, чтобы антенна от 1 из 7 до 2 из 7 работала. Но сейчас можно сказать более-менее, что антенна, сейчас я переключу туда, чтобы именно КСВ значение вы видели. Если мы по значению 3 КСВ, то она работает от 2,1 ГГц до 2,7 ГГц. То есть вот антенна здесь в этом диапазоне достаточно неплохо согласована. Да, вот как рекомендацию опять же Евгению тоже хотел бы сказать, что если бы этот диапазон немножко смесить в сторону нижних частот, то мне кажется, было бы вот принято получше. Принято. Да, и мы как раз, может быть, перекрыли бы эти все. Но вот теперь вот здесь вот это КСВ, видите, да, что вот в диапазоне достаточно неплохо, меньше 2 значения. А где-то сравнивается с тем, что является эталоном, так скажем. Здорово. И теперь вот непосредственно перейдем к самому интересному графику. Это коэффициент передачи. Это красный у нас уже. Да, красный график, коэффициент передачи. Сейчас я покажу вам значение, которое мы здесь видим. И здесь в диапазоне от 1700 до 2,1 ГГц у нас в районе 40 дБ. Тут плюс, здесь минус. Но если среднее мы возьмем, то у нас где-то в районе 40-40 дБ. И дальше у нас, что приятно удивляет, ну, здесь вот, если вы начнете эти графики сравнивать, то вы увидите, здесь КСВ повыше, соответственно, коэффициент передачи пониже. Здесь коэффициент КСВ по лучше, да, пониже, там, ближе к единице. И, соответственно, коэффициент передачи тоже растет, да. То есть уже здесь, если мы видим минус 40 дБ коэффициент передачи, то это 2,1, то уже в диапазоне от 2,2 до 2,7 коэффициент передачи порядка минус 30. Ну, там, опять же, есть плюс. То есть она более эффективная, насколько я понимаю, да? То есть она, ну, то есть тот же сигнал, если мы будем передавать в диапазоне, там, 1,8 или 2,4, допустим, то она будет принимать с лучшими значениями, то есть больше мощности она будет принимать этого сигнала. То есть будет и больше, понятно. Да, эффективность у нее, конечно, вот больше. И это нужно, конечно, учесть. И вот как раз такие вот, как рекомендацию, опять же, вот мы высказываем свои рекомендации, свои пожелания. Конечно, сместить этот в сторону 1,7. Возможно, там, вот здесь у нас мы сейчас измеряем до 2,7, да, то есть, возможно, там есть еще... Куда шагать, да. Но там сотовых сетей идет уже, к сожалению. Но если мы эту картинку передвинем сюда, то у нас все будет как раз-таки то, что мы хотим, то и, ну, то есть, желательно, конечно, антенну от 1,7 до 2,7, чтобы перекрыть весь. Павел, мы сейчас как раз говорим про антенну. Я сейчас не хочу ее полностью показывать, потому что это такая перспективная наша разработка, которая, в принципе, уже встанет, я думаю, в нашу линейку. Я вложу картинку, вот сейчас ребята в кадре увидят картинку, такую фотографию, как выглядит антенна, потому что она интересная выглядит, мы с тобой подглядели уже. Вот она имеет своеобразную архитектуру с дополнительными усилителями, которые формируют, насколько я понимаю, не только усиление, а еще и диаграммы направленности. Поэтому вот мы сейчас на этом, это горизонтальный порт у нас, сейчас мы перейдем как раз-таки непосредственно к измерению вертикально. Сейчас мы делаем для вас паузу и переподключим ее уже на вертикальную поляризацию. Мы сейчас поменяли порт, сейчас у нас вертикальная поляризация, но мы решили немножко дальше пойти и мы решили не менять пока порт у антенны. То есть мы на том же порту решили посмотреть, как она будет принимать сигналы от того же порта на антенны. На сектор, на антенне, да. Там мы ничего не меняли, да. И здесь у нас получается, что, ну, здесь мы видим в диапазоне от 2 до 2,1 где-то. Снижение. Да, снижение. Здесь мы более, ну, такую гладкую характеристику видим, коэффициент передачи. Здесь, ну, видите, да, КСВ, он также сохраняется в диапазоне от 2,2 до 2,7. Очень неплохой, да, там, то есть, ну, близко, по крайней мере, к тому, что мы изначально хотели. Да, в диапазоне от 1,7 до 2,2 здесь, конечно, КСВ надо еще поработать, мне кажется, есть потенциал. Согласен. Да, но вот как раз в диапазоне от 2,2 до 2,7 у нас получается достаточно неплохая вот, неплохая картина коэффициента передачи. Да, здесь, опять же, мы наблюдаем достаточно линейную характеристику и, что приятно, что она, ну, даже в каких-то местах выше минус 30, да. То есть, это тоже вот интересно, кстати, да. Ну, давайте, чтобы еще для частоты эксперимента и демонстрации КСВ покажу, именно вот в значениях КСВ, да, то есть, вот, чтобы вы понимали, это вот 3, да? Да, КСВ 3. Да, то есть, она вот до, почти до 2, а потом она немного уходит чуть-чуть дольше. А на верхнем диапазоне даже там вообще до единицы КСВ, смотрим, да? Ну, вот здесь, да, здесь местами есть вот здесь. Здорово. Но, опять же, вот, наблюдая эту картину, хочется порекомендовать сместить это КСВ, попробовать, если, мне кажется, нужно поработать именно с резонансом, да, и сместить ее немного вот по нижней диапазону. Возможно, вот здесь, как раз-таки, у нас есть задел, который вот нам позволит это сделать, то есть, такое ощущение, что немного антенна по диапазону вверх ушла, то есть, такое бывает, да, там, из-за всяких вот неточностей, да, там, ну, как бы, материалов, так скажем, да, потому что тот же FR-4, он имеет разные характеристики, это очень важно учитывать. Согласен, да. Но мы нашим исполнителям дадим рекомендацию такую, пусть подумают, посмотрят. Ну, вот, сейчас мы тогда, следующим этапом, так скажем, наших измерений, мы перекрутим другой порт и посмотрим на этом же порте. А на секторной антенны другой порт? На секторной мы подключим другой порт и посмотрим коэффициент поляризации, да, согласен, давайте едем дальше. Мы сейчас переключили другой порт и, вот, видите, как вы видите, картина поменялась, да, то есть, из-за того, что мы поменяли поляризационные характеристики, ну, то есть, подключили порт другой. На секторной антенне, да, то мы, здесь у нас коэффициент передачи именно поменялся. Если кому-то это интересно, вы можете сравнить эти два графика, да, то есть, ну, у нас немного просел в районе 1,8, да, там, вот вы как раз можете наблюдать здесь вот эти, вот это сигналы как раз у нас здесь очень близко. Да, базовая станция, да. Расположена базовая станция и вот как раз прорывает сигнал. Здесь также, вот, кто внимательно обратил, это уже 2,100 работает, да, но здесь вот, что хотелось бы отметить, что на 2,100 коэффициент передачи подрос, да, и здесь вот, опять же, вот, достаточно линейная характеристика, мы наблюдаем, поэтому в этом ключе, конечно, тут, ну, здесь ничего не поменялось, но вот здесь подросло, по крайней мере, нет такого провала, который мы наблюдали. А здесь как раз провал от 2 до 2,1, да, там, где мы, в принципе, не работаем с сотовой связью, в принципе, может быть такое. А он там и не нужен нам сигнал, да. Но это как раз получается, вот, все-таки секторная антенна тоже майма, и она и в одной плоскости может работать с абонентским устройством, и в другой, вот мы как раз это сейчас демонстрируем. Ну, здесь вот хотелось бы еще обратить внимание Евгения и тех, кто изготавливал эту антенну, конечно, на то, чтобы было применено, достаточно сомнительные разъемы. А, ну, по разъемам-то да. И здесь вот они как раз-таки RP, да, чтобы вы понимали, что... Это штыречек внутри, а надо было вот такой, конечно, разъем. Да, это... Поэтому мы вот такие переходники используем, они, конечно, к сожалению, ухудшают характеристики антенны, вот на стенде сейчас. Но это первое... Первый... Да, первообразец. Блин, он всегда бывает с комками, поэтому надеюсь, что вот эти все нюансы можно... Подключите, да, отправили, и как раз это посмотрите. Сейчас мы следующим этапом уже переходим к кроссполиционной развязке. То есть сейчас мы берем паузу и подключим уже... Добро, кроссполиционной. Добро, идем дальше. Ну, мы уже подключили на стенде два порта к нашему векторному анализатору, и что мы здесь наблюдаем. Опять же хочется отметить, что в диапазоне от 1,8 до 1,9 кроссполиционная развязка порядка 35, это тоже вот приятно наблюдать, да, то есть в диапазоне, где... 1,7 вот у нас в районе 15, да. Поменьше, да. Поменьше, да. Здесь у нас как раз вот этот вот такой небольшой горб, да, там, он как раз в том диапазоне, где практически не используется сотовая связь, и дальше у нас уже кроссполиционная развязка не выше 22, наверное, 23 децибел, что тоже, в принципе... Ну, да, согласен, да. Майма достаточно неплохо, да. Ну, вот опять же хочется Евгению обратить внимание, Евгения, на то, что вот у нас в диапазоне как раз-таки наблюдается некое различие вертикальной и горизонтальной поляризации, да. Есть такое, да. Да, возможно, тут может быть, как вариант для нашей сотовой связи, все-таки рассмотреть вариант x-поляризации, да, потому что когда мы используем x-поляризацию, возможно, у нас... Позволит это за счет этого расположения, да, потому что все равно из-за того, что у нас вертикальная и горизонтальная по-разному отражается от разных объектов, в сотовой связи, ну, большую часть используется, конечно, x-поляризация, потому что она более одинаково, так скажем, распространяется при отражениях, да. И здесь вот как раз-таки, может быть, на этом можно будет сделать акцент на следующем этапе. Ну, да, 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 как вариант. И вот как раз-таки вот сместив это все в сторону нижних частот, как раз достаточно неплохой такой прототип, так скажем. Неплохо, да. С хорошим результатом, да. Мы видели хуже. Да, да, к сожалению, да. К сожалению, да. К сожалению, да. Наша... Но это, как я рассказал, Евгений, это первый, так как такая вот заход, так сказать. Поэтому есть над чем работать, да, есть к чему стремиться, поэтому всегда вот приятно, что не останавливается. Движение, да. Да, достигнут, и двигаются вот люди дальше, ищут решения. И потом, Павел, мы вот это делаем с тобой публично. То есть вот я не припомню такой компании, которая бы показывала какие-то свои движения. Они показывают результат на картинке. Мы берем картинку с тобой, ставим на стенд, а он на стенде другой, не такой, как на картинке. Да, поэтому мы показываем правду. Отличается. В данном случае, насколько я понимаю, 2,100, 2,700 четко она может работать. 1,800 может работать, но с меньшим коэффициентом передачи, потому что КСВ повыше. К сожалению, да. Да, но вот в этом направлении будем работать, а так, собственно, вот. Поэтому здесь, в принципе, вот хороший экземпляр, но есть над чем поработать. Да, спасибо, Павел, тебе за это исследование, за эту рекомендацию. Я сейчас в конце еще свою вставочку запишу, уже попрощаюсь со зрителями. А тебе сейчас я выражаю благодарность за это исследование, за помощь. Всегда пожалуйста. Спасибо. Раду новым разработкам и тестированию новых разработок, которые еще никто даже не видел. Да, спасибо, спасибо. Ну вот так, друзья. Спасибо еще раз Павлу, спасибо университету за эту помощь, спасибо за поддержку. Все, как мы с вами любим. То есть, вот все антенны, которые мы разрабатываем, которые мы вам предлагаем и эксплуатируете вы, мы их стараемся показать в реальном исследовании, для того, чтобы вы могли видеть их реальные характеристики. Кто на канале ПЕМРАС или вот, может быть, невнимательно смотрит, следит за каналом, хочу подчеркнуть. Дело в том, что мы не первый раз уже брали антенны известных брендов, да, которые вы видите на рынке, на маркетах, на маркетплейсах и так далее. Мы смотрим, картиночка такая красивая, прям ляля. Все, бугородчик прям, КСВ замечательный. Мы ставим эту антенну на стенд, и мы не видим тех красивых характеристик, которые заявлены производителем. Откуда ноги растут? Ну, я думаю, что умные люди понимают. По моему мнению, это некая вылизанная антенна, с которой сняты характеристики, и они идут в печать. То есть, такая маркетинг, реклама. А уже производство, повторяемость весьма низкая. В итоге мы получаем антенны, которые где-то работают с хорошим коэффициентом передачи, а где-то в заявленном, подчеркиваю, диапазоне имеют КСВ-10, например. Мы с вами это видели. Еще раз повторяю, бренды я называть не буду, чтобы не было никакой антирекламы, не хочу делать никакой рекламы, антирекламы. Мы это встречали. В данном случае все, как я, в первую очередь, сам люблю, прозрачно, честно, понятно, и главное, что доступно для восприятия. На этот же стенд мы ставим хорошую антенну, допустим, с сертификатом европейским, который используется на вышках сотовой связи. Характеристики соответствуют тому, что написано в аннотации. А вот антенна, еще раз говорю, тех брендов, которые мы встречаем, к сожалению, не всегда. Где-то хорошо, а где-то, увы, очень далеко от того, что заявлено на бумаге. Ну да ладно, это уже, что называется, вам судить. Я вам все показал. Павел помог. Антенна, которую вы сейчас увидели, я думаю, что мы ее допилим еще. Но даже в такой ситуации эта антенна будет работать в диапазоне 2100-2700 МГц. То есть первый бенд, сороковой бенд, тридцать восьмой бенд и седьмой бенд. Это основные частоты, где антенна может работать с базовыми станциями. С очень хорошим коэффициентом передач вы посмотрели. При этом, друзья, я думаю, что вы со мной согласитесь, ее совершенно спокойно можно использовать и на бенде номер 3 на частоте 1800 МГц. Поскольку коэффициент передачи там пониже, но есть, это просто нормально, такое мы можем использовать. У нас мощность передатчиков низкая. КСВ повыше, конечно, да, там в районе троечка встречается. Но опять же, на мощности 0,2 Вт, а у нас модемы все 0,2 Вт на стандарте LTE 4G, это не проблема. И еще вам хочу дать небольшой анонс, это для особо внимательных моих подписчиков, за что большое спасибо вам. У нас, кроме этой новинки, на подходе еще одна интересная антенна, на которой мы более широкий диапазон раскрываем. Вот то, о чем Павел говорил, кстати, Паша, ты это не знаешь, но я хочу вот сейчас тоже сказать, тебе тоже будет интересно. Там вот как раз-таки все сдвинуто в сторону 1800. Я постараюсь эту антенну, ребят, вам показать тоже в ближайшее время и уже вам решать. Вы уже можете посмотреть, кому какая антенна нужна и такую антенну для себя приобрести. Ну а за всем все. Подписывайтесь, обязательно пишите вопросы, пишите в нашей телеграм-группе. У нас есть телеграм-канал и телеграм-группа. Достаточно обширная, она открытая, пока открытая. Подписывайтесь, заходите, смотрите. Очень вас там жду. Всего доброго, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok